Все, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась! Всем привет, наши дорогие, любимые, самые лучшие подписчики и гости канала! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Уже совсем немного времени остается до Нового года, поэтому сегодня я предлагаю вашему вниманию вкуснейший новогодний салат мимоза. Но не обычный салат мимоза, а этот салат мы с вами украсим в виде быка, символа 2021 года. Будет очень вкусно, красиво и интересно! Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкуснейший новогодний салат мимоза в виде бычка. Мы начинаем! Чтобы приготовить вкусный праздничный салат, сегодня мы с вами приготовим мимозу и украсим согласно тематике новогоднего стола 2021. Салат мимоза многим известный салат и каждая хозяйка готовит его по-своему. Сегодня я вашему вниманию представляю рыбу горбуша. Готовить мимозу можно из сардины, из шпрот, любая консервированная рыба. Но сегодня у меня горбуша. Значит, здесь в банке масса нет, то 250 грамм. 5 яиц мне понадобится. Одна луковица, сегодня фиолетовая, можно обычный белый лук взять. Лук у меня вышел весом 100 грамм ровно, небольшая луковица. Две небольшие морковки общим весом 190 грамм. Четыре картофелины общим весом 500 грамм. А также нам потребуется майонез по вкусу. Внизу в описании под видео я напишу точно, сколько у меня уйдет майонеза. Для начала нам необходимо отварить морковь, картофель и яйца. Морковь и картофель можно варить в мундире, а можно сразу заранее почистить. Беру кастрюлю с водой и сотейник с водой, которые отправляю по одной чайной ложке соли. В сотейник у меня отправляются 5 яиц. В кастрюлю с водой отправляются картофель и морковка. Морковку можно пополам разрезать. Вот так. Все, и сотейник и кастрюли отправляются на плиту на максимальный огонь. После закипания огонь уменьшу до среднего. Морковь с картофелем буду варить до готовности, проверять готовность вилкой. А яйца буду варить с момента закипания ровно 10 минут. Овощи у меня сварились. Теперь им необходимо дать полностью остыть. Яйца я после варки отправила в холодную воду. Они уже остывшие. Их нужно будет почистить. Тем временем, пока у меня остывают овощи, я займусь остальными ингредиентами. Беру тарелку, куда выкладываю горбушу вместе с соком. И при помощи вилки просто вот так разминаю. Таким образом, горбуша будет более сочная. И учитывая, что первый слой у нас будет картофельный, картофель в себя этот сок впитает и будет очень-очень вкусно. Вот так при помощи вилки просто разминаю рыбу. Посмотрите, вот такой у нас получился с вами паштет. Пока рыбу убираю в сторону, она будет ждать своего часа. Далее у нас на очереди лук. Лук разрезаю пополам и нарезаю мелким кубиком, как на пельмени. Сначала разрезаю вот так на полоски. На полоски режу не до конца, не доходя до хвостика примерно один сантиметр. Затем разворачиваю и мелко просто нарезаю, получается мелкий кубик. Вот так мелко нарезаю лук. Лук я нарезала, отправляю в чашку и заливаю лук кипятком буквально минут на 10. Это делается для того, чтобы луковая горечь вся ушла. Несмотря на то, что в этот раз у меня фиолетовый лук, но он прям очень горький оказался. Все, пока убираю в сторону минут на 10. Далее у нас на очереди морковь, которая уже остыла, и яйца. Яйца нам необходимо разделить на белки и желтки отдельно. Далее берем терку и на мелкой терке натираем отдельно желтки. Вот такие мелкие желтки у нас получились. Пока их убираю в сторону. И в отдельную тарелку на этой же мелкой терке натираю белки. Белки я тоже натерла, пока их также убираю в сторону. Далее на очереди у нас морковь. Морковь тоже натираю на мелкой терке. Морковь тоже пока в сторону. дальше сооружая вот такую конструкцию снизу чашка сверху дуршлаг и откидываю на дуршлаг заранее замоченный лук даем воде стечь вот так вот расправляю и чтобы лук немного остыл все пока тоже в сторону далее друзья у нас с вами на очереди картофель картофель натираем на крупной терке картофель я тоже натерла все друзья все ингредиенты у нас подготовлены можно собирать салат далее друзья я беру кондитерский мешок можно взять просто пакет либо если у вас майонеза не так уж много уже остается и вы чувствуете что вы его полностью весь потратите можно прям уголочек пакета майонезного отрезать но у меня упаковка майонезная большая я ее только открыла поэтому перекладываю майонез в кондитерский мешок вот так прокручиваю мешок и необходимо кончик кондитерского мешка слегка надрезать далее беру сервировочное блюдо и отправляю первым слоем половину картофеля подготовленного и поскольку у нас год быка поэтому мы сейчас с вами будем имитировать форму головы быка то есть вот здесь поуже вот здесь пошире такая овальная яйцо образная форма у нас будет с вами вот здесь пошире значит вот здесь немного поуже вот так вот друзья смотрите груша образно яйцо образная вот такая форма у меня получилось далее лопаткой слегка вот так приминаю картофель выравниваю приминаю далее при помощи кондитерского мешка вот таким образом смазываю майонезом смотрите майонезом смазывайте по вкусу кому как нравится чуть больше чуть меньше это уже от индивидуальных вкусовых предпочтений зависит я вот так при помощи лопатки размазываем майонез далее у нас с вами идет слой рыбный сверху вот так укладываем рыбу а потом будем разравнивать и аккуратно лопаткой опять разравниваем полностью повторяя форму нижнего слоя вот таким образом рыбу рыбу я аккуратно вот так распределила по форме нижнего слоя дальше у нас на очереди лук лук нам необходимо отжать вода уже стекла лук остыл и теперь необходимо вот так отжать лишний луковый сок нам совершенно не нужен рыбу сверху смазывать майонезом я не буду сверху отправлю сразу луковый слой и опять равномерно разравниваю луковый слой я равномерно распределила и теперь лопаткой его тоже вот так приминаю слегка дальше сверху лука у нас отправляется майонезная сетка и аккуратно лопаткой разравниваем луковый слой майонезом смазан дальше у нас на очереди яйца половину белка я использую на данном этапе распределяем аккуратно за белком сразу у нас идет желток и снова аккуратно распределяем вот так подставляю руку чтобы далеко за форму головы бычка у нас яйца не убегали слегка опять приминаю вот так яйца лопаткой если где-то что-то упало ничего страшного мы это все потом на завершающем этапе поправим и протрем дальше у нас идет опять майонезный слой следующим слоем у нас идет картофельные опять и аккуратно опять распределяем по форме головы бычка и так картофельный слой распределен теперь вот так лопаткой опять его приминаем все то же самое и снова майонез и при помощи лопатки опять разравниваем все друзья осталось у нас самое главное и самое интересное теперь нам необходимо эту голову украсить и сделать чтобы она была похожа на голову быка значит что мы делаем мы сначала укладываем слой моркови распределяя опять равномерно по всей голове быка посмотрите друзья морковку я тоже распределила и очень важно теперь на этом этапе это уже у нас чистовые работы так сказать на этом этапе я помыла лопатку это прям обязательно нужно сделать потому что сейчас нам уже белые разводы от майонеза здесь не нужны это уже итоговая чистовая работа у нас идет вот такая красота у меня получается дальше нам необходимо сделать мордочку похожий на бычка поэтому вот оставшиеся яйца вот сюда спереди вот так распределяем имитируя морду быка посмотрите полукругом вот здесь в районе середины мордочки до полукругом делаю яйца и можно немножко вот так вниз тоже отпуститься должен получиться вот такой полукруг почти все готово осталось буквально несколько последних штрихов для которых нам потребуются еще некоторые продукты я вам сейчас о них расскажу итак друзья для декора нам потребуется несколько веточек зелени любая абсолютно зелень хлеб черный у меня багет поэтому я взяла аж четыре кусочка небольшое количество граната один ломтик лимона либо апельсина совсем маленькое количество майонеза и буквально несколько маслин для начала мы сделаем бычку глазки для этого беру одну маслинку и буквально делю ее пополам дальше устанавливаем бычку вот сюда вот такой бычок у нас уже получается вроде ровно до установила глазки ему не косит бычок у нас дальше сверху небольшое количество майонеза и небольшое зернышко граната это у нас глазки бычка далее нос точно так же маслину делю пополам и вот сюда устанавливаю далее берем ломтик лимона и разрезаем его нам необходимо получить вот эту вот желтую шкурку то есть лимон отсюда выковыриваем и вот в эти ноздри вот так вставляем дольку лимона вот такая красота посмотрите далее у нас ушки на очереди меня есть вот такие разного диаметра формочки и из багета мы будем вырезать ушки сейчас посмотрим какие подойдут по размеру принципе подойдет вот так вырезаю при помощи формочки ушка и вот здесь еще раз вот так вырезаю получается месяц то же самое делаю со вторым багетом сначала вот так вырезаем и еще разочек вырезаем делаем вот такой полумесяц это наши уши устанавливаем бычку вот так сбоку сейчас конечно он у нас похож на чебурашку больше но мы ему сейчас сделаем еще рога далее из оставшихся багетов еще два багета у нас остались с вами мы сделаем рога вырезаем сначала кружочек вырезаем кружочек а потом еще один кружочек но делая уже месяц более таким узеньким то же самое делаем с оставшимся багетом сначала вырезаем кружок затем более узкий вот такой полумесяц мы приделали бы курага а дальше мы нашему быку дадим пожевать вот так веточку чтобы бык наш не переживал что останется голодным вокруг него тоже сделаем вот так для красоты веточки это уже дело фантазии каждой хозяйки можете листья салата можете вот так петрушкой да чем угодно все друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось можно отправить салат настаиваться в холодильник а можно просто уже подавать к столу ну смотрите ну чем не символ года да а еще можно вот так при желании оставшимся гранатом украсить для красоты кому нравится друзья ставьте лайк я прям восторге от своего творчества друзья посмотрите вот такая красота в итоге у меня получилось но чем не бычок самый настоящий бык согласитесь нам с алексеем уже не терпится попробовать его на нашем mukbang канале куда мы вас всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео ну а это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова